Будут играть на Коблстоуне И да, это не совсем Селфрис Это экс Селфрис Команда, которая потеряла своего спонсора Оставили себе пока что этот логотип Ну а на самом деле, по-моему, пока не без Без вообще какой-либо поддержки со стороны организаций И играют они против Cloud9 Не менее интересная команда Ребята сейчас играют замены Валенс будет играть вместо Скадула Видимо, опять что-то случилось у снайпер команды Cloud9 Но в те времена у нас два минуса От команды Селфрис срываются на плент Тут только один Валенс как раз-таки Умер Аутиматик, умер Шраут Один успел фраг сделать при смерти, другой не успел Ну и теперь ведет заход на плента Очень долго это все делают Селфрис Зато очень уверенно ребята отстреливают выходящих на них оппонентов Умер нафиг, хотя, в принципе, ничего не подвещал для него беды Скорее Валенс в первом ряду, нежели кто-то другой СТС-1 СТюи против четверых Ситуация для него безвыигрышная Как-то крутит, но здесь ему очень сложно будет что-либо сделать Да, СТК делает мир спасти И команда Селфрис берет первый раунд Так, сейчас мы все выключим, чтобы нам ничего не мешало Надеюсь, все кофе приготовили Я вот-вот прям вот успел в последний момент сделать для себя кофеек Чтобы чувствовать себя получше Все-таки ночь на дворе И вот этот недельный перерыв В который мы с вами смогли немножко отдохнуть Поспать Может быть кто-то не успел поспать Очень сожалею Я все-таки успел немножко передохнуть Перевести дух перед как раз-таки новой неделей Новой волной ESL Ну а у нас Automatic Переводит патроны На ZQK Отделать минус В рукаве На Аппунту еще пытаются займить Но дальше выстрелы не летят Нужно выживать И это ForceBite Команда Cloud9 Diggle Automatic и Nuffing И трипль вести пятьдесятых Stewie Shroud и Valence Вот по Сказалу пока никакой информации нет Возможно будет что-то в Твиттере Посмотрю я в перерыве Что там могли написать Ребята Из команды Cloud9 Может быть сам Сказул уже объяснил Что произошло Может быть вы даже объясните Кто знает Кто знает Может быть даже И у вас есть какая-то информация По этому поводу Ну и у нас Пока Cloud9 проигрывает На Cobblestone Команде Selfless Может быть даже Это для кого-то будет удивительно Но Selfless Наверное вот именно Карту Cobblestone Она у них вторая После Миража Который не умеет играть И в данном случае Будет все зависеть от того Как будут играть Девайсные раунды Девайсные раунды Увидим Дальше уже будет понятно Как будет продвигаться Дальше игра Один остается на Аплунту Валенс Летят Летят молотовые Летят гранаты Полетела Хаешка В нычку Получает он Выстрел от Дизи И С Тю вместе с Шраудом Вдвоем остаются Ди Палит свою позицию В бою с дверями И кстати говоря Вот такая вот У меня мысль Пришла в голову Есть такое замечание То что когда команда Ну вот не получается У них Просто не получается У них играть Не получается Выигрывать Своих оппонентов Постоянные проигрыши Теряют Они спонсора Теряют Может быть даже Не спонсора Организацию И появляются результаты Просто появляются результаты Начинает команда Выигрывать И это действительно Может быть даже Какая-то мотивация Новая появляется То что вы сначала Сидите на попе ровно Да нормально Мы в организации От нас ничего не требуют Потом раз Вот в селфице На самом деле Очень долго держали состав И в итоге Решили что Ну его нафиг Нам это не надо Не получается у команды Деньги тратить тоже Как-то Не хочется Мне кстати говоря Вот на Хелл ТВ Почему-то эта новость пропала С селфрисами А нет Вон Селфрис Релиз стим Да Все Ну что же Еще один негг От команды Клод 9 Фосбай Ничем себя не оправдал Попытка выйти Из пистолета Всток аусти Получается сделать минус Там еще за фунтом Игры прячется Его тоже Засприл Ди 2 минус 1 Зафармил неплохо Слышал оптиматик Вален вдвоем Против четверых Смачок полетает в дверь Очень запоздалый Но особо толку от него И не нужно Один играет с Дропрумой Валенс играет Также вместе с Аутематиком Поэтому ребята будут Играть на выбивание Вот он Аутематик Вот он уже Хочет поймать Оппонента Взять в руки Его калашников По крайней мере По 250 Тот самый пистолет Который может Позволить ему Здесь это сделать Черт да Доброе утро Всем Кто подключился Нас по чуть-чуть Становится все больше и больше И это радует Естественно Что Наше количество Зрителей На Америке После включения Трансляции Увеличилось Уже на соточку Да мало Но Почему бы и нет Здорово Здорово Ну что Первый девайсный раунд Помешаем Мы сахара в кофе И будем следить за тем Как команда Клоуд Найн Будет потеть Будет пытаться Вытаскивать эту игру По крайней мере Именно так Будет правильнее сказать Именно вытаскивать Летят ребята 3-0 И если девайсный раунд Проиграет Значит появятся вопросы Вот как только Они проиграют девайсный раунд Появятся некоторые вопросы А Как так Как так Вроде бы как-то Номинальные Лидеры В этом Дерби Даже нельзя сказать Правильно Дерби Просто в противостоянии Нужно Назвать только Клоуд Найн Хотя пока у ребят Как-то не идет Ноут Шраут Сделал минус по Закюкею Поторговал Тут лицом В дропруме В итоге Пал смертью храбрых Ну и С командой Селфрис Халдит Под Бэплентом Один только МСА Готов Принимать Рывущихся в бой Игроков команды Клоуд Найн На Апленту Ноут Аутематик Там соло стоит И по-моему даже не собирается Куда-либо выходить Со своей позиции Выходить С А Точки Эй Ну и там какие-то фейки Летят от МСА Нагревает он Постепенно обстановку Под Аплентом Но пока Селфрисы даже не торопятся Играть под этот фейк Там контролится Выход с дропрума Ди Савиком Кстати говоря Вот новый Снайпер команды Селфрис И Нифти То что самое интересное Нифти 1 апреля Была новость То что Нифти Переуходит в Ренегейтс И Это была не шутка Потому что Нифти Был игроком команды Селфрис И вот раз Пацана просто взяли И перевели Астралийскую команду Который Может быть даже Будет ему получше В последнее время Нифти играет лучше Чем его команда Поэтому возможно Его там Оттуда и забрали Ди Детят минус по нафигу Тут уже раз Мент С Тьюис С Тьюис забирает Ди Забирает также еще и Ди Зи И остается только Один Кабус против двоих Пока Бус информация В принципе имеется Но вот времени у него нет Для того чтобы поставить бомбу Должны это понимать Сейчас в Клод 9 Ставится бомба И Валенс Вряд ли даст ему это сделать Да Есть минус от Клод 9 Валенса И 1-3 В пользу команды Селфрис Пока еще Ну и интересно Ребята Если у вас какая-то информация По Скадутлу Прочекать твиттер Потому что в данный момент Я немножко занят Я не ожидал то Что не будет Скадутла Поэтому Как-то этой информацией Даже был не готов Немножко Так я пока перепроверю Действительно ли Да Нефти действительно играет Официально Играет в команде Ренегейтс Воу 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 Очень даже неплохо Очень даже неинтересно Будет посмотреть На то Как будет Этот парень Показывать себя В австралийской команде Потому что В последнее время Только он начал Что-то показывать В принципе что-то Так Аутиматик Горет на пиксели Откидывает Гайса смачок Све Нет Не стал Откидывать И ускакивает Все-таки От калаша подальше Кидает смок В другом месте Хотел пораньше кинуть Но все-таки решил Что Надо попробовать Рискнуть Надо попробовать Сыграть Где-то по-другому И в итоге Его вообще Подсаживают Перед Рукавом Ну и теперь Надо смотреть На то Как будет действовать Селфлис Два игрока Через лонг Что-то будет перемещаться Стюи вообще с UMP играет Даже не стал Себе брать В руки Кольт На минус От Кабуза По-нафигу Но вот Начало положено Для команды Селфлис Под выход Б-пункта Пошла Хаешка Пошел смок Видит ли Стюи Сейчас оппонятно Непонятно Прошло через лонг И Кабуз Его задождается Просто Кабуз Дождался Какого-либо врыва Через смок Забирает Также еще и шрауда Ловит на релоуде И команда Селфлис Сейчас Вперед Этот раунд Остался один Аутиматик Он, конечно, может Как-то повлиять На ход игры Но вот Первый вид Второй вид Спрейт Минус 2 1 в 2 Аутиматик И, кстати говоря Тут еще не все потеряно Время-то идет Время-то заканчивается Минус Изи Будет или нет Патронно заканчивается По 250 в руках 11 секунд 10 секунд Так Заметил Аутиматик оппонента Нужно просто попадать И не попадать 20 кп остается у Кабуза В голову Не залетает Не залетает Аутиматик И Квадрокилл От Кабуза Был квадрокилл По-моему, так Что-то Аутиматика Но Все-таки Сильнее оказались Игроки команды Сэпплюс Гейминг 4-1 Воу-воу-воу-воу-воу Да Так Все, ладно Тогда сам сделал Постепенно Непонятно Как, короче Что происходит С парнем Но 8 апреля Последний пост О том То, что он играет Вов и арму И Это ударяет По его скиллу Так В нас все время Клоуднайн Сделали один минус Тью И подпушил лонг Сделал фраг Тут же Разменяли его Ну и команда Сэлфрис Постепенно Засохватывает Части карты Важные Для развития Дальнейшей атаки МСА уже Может вот так Проползти В конюшню Тут Аутиматик Стоит только В пристройке Есть Дизи На халпе У МСА Но не рискнул Кстати говоря МСА идти дальше И новые люди Если кто заметил В команды Эксселфрис Новые люди Это Ди Который По-моему Только недавно Подключился К этой команде МСА Который Нигде не играл Еще Пытается займить Еще не получается Три в три Ситуация Еще Должны быть Минусы От Нафига Хотя В позиции Известно Но взлетает У него Очень даже Нафиг Еще один Минус Патрона Заканчивается И ее Аутиматик Один Остается И Зикюкей Господи Как же Сейчас Команда Сервис Опять была На волоске О смерти На волоске О того Чтобы Проиграть Ух Тяжело Тяжело У команды Сервис Игра Но раунды Набираются Это самое главное То что Раунды Набираются А он еще В госпитале То есть В принципе Он вроде как Играл уже То есть Он играет А сейчас Его опять Нету Ну и новости Говорю Господи Видел как Он играет Видимо Еще не долечился Вернули его Обратно В больницу И придется Играть Через какое-то Время Только И опять Пистолет у Клоудна Что-то в последнее Время Очень часто Пистолеты Мы видим У девятого Облака Очень Пока плохо Заходит Коблстоун У фаворитов Этой встречи Еще Играть Вторую Карту Я кстати Не помню Какая вторая Карта Сейчас Перепроверить Первая Кобл Вторая Кэш И кстати Говоря Фоундейшн Как-то так Называется Команда Команда Селфлес Как они себя Назвали Как она Называется Тут у нас Опять Заходит На Б Плэнд Стюи 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 Одного-то Мог забрать Справа Но не увидел Продолжает У нас Давление Команда Клубна Через Одну И ту же Позицию Но там То Див Подстрелит Кого-то То Кабус И в итоге Шестой ран Для команды Селфлес Гейминг 6-1 Господи Я Я немножко Шокирован Подобным Счетом Во-первых Команда С Другой Микс Селфлес Гейминг Такой-то Американский Микс Не самых Топовых Игроков Играет Против Клоднайн Которые Вместе Играют Уже Кучу Времени И сменили Только Скадудла Как Так Коблстоун Неужели Настолько Плохой У этих Парней Коблстоун Да Не Может Быть Еще Снова Снова Шестой Так А что Вообще У команды Клоднайн По Коблстоун В принципе Сейчас Посмотрим Мачос И Коблстоун Победа Над Оптиками Победа Над Люминосити Поражение От Иммортал Победа Над Хероик Поражение От Норс Это Последние Несколько Месяцев Даже Последние Два Месяца Победа Над Днепами Победа Над Драшами То есть Вроде Поди Одни Победы Но С Вкраплениями Небольших Поражений Так Ну и Шраут Продолжает нас радовать Вот этой вот Пушкой Сидмит Название Скина Ауга Причем Стартрековского Интересно даже Посмотреть на него Что это такое У него в руках Ух ты Ничего себе Неплохая пушка Кстати говоря Интересно Я не видел Такого скина Но С другой стороны В чем Мое удивление В том Что он Купил Эту пушку Что он Опять Продолжает С этим Оружием Играть И Видимо Очень Нравится Это Оружие Ему Причем Получает он В голову Даже Не успев Нацелиться На голову Мсе Это главное Что Мейш Раут Нацелиться На голову Попадать По голове Ну и теперь Опять Миши Све команды Клоуднайн Слушайте Это будет Если седьмой То Я не знаю Это Какой-то Рофл Это может быть Какой-то Пранк Команда Клоуднайн Поначалу Проигрывает Специально А потом Такая Эх Отдайте Кому Выиграем Так Аутематик Спалился В позицию Уходит Из змейки Подальше Понимает Что там Будут давить И причем Еще попадает Аутематик Хочет Очень сильно Жить Очень сильно Хочет жить Уходит Уже в плент Им все Забирает Валенса С друг Рума Уже Прибежав Кхабу Закрывает Аутематика Который Сделал Минус Пересмертью Дизить Который Девятку Минус Спасти И последний Нафинг Что Происходит Кто мне Может Объяснить Ничего Не понимаю Как так Происходит Так Как там Правильно Читается Господи Foundation Если я правильно Читаю С транскрипцией То foundation Так Матч Приостановлен Ну вот Вот Первые Первые попытки Команды Клодная Что-то Поменять То есть Все-таки Проигрывают Они не потому Что они 3-2-2 Сыграть Решили А именно Что-то Не идет Именно Поэтому Поставлена Пауза Идет Обсуждение Сейчас У них Есть 30 секунд Для того Чтобы Обсудить Что происходит Как команда Так плохо Играет Почему Провалы Везде То есть Ладно Мы где-то Одну Позицию Давили Но Селфрис И под Б И дроп Рум И лонг И везде И во всех Абсолютно На позициях Вот так Ребята Отстреливают Зачем покупать Стартрек оружия Если можно записывать Каждое убийство На бумажке Мне кажется Слишком Тонкая шутка Слишком тонкая И поймут Единицы Это Секретная шутка И опять Пистолеты Из восьми Раундов Вот этот Девятый Из девяти Раундов Которые Я увидел Наверное Больше половины Клод Найн Играли с пистолетами Если брать Еще пистолетку Пример Прикол Аутимантик Слежка Хорошая позиция Но попасть Позди Не получается В итоге Клод Найн Сейчас перетягивает Все свои силы На Аплэн Дизи Играет Злопрум Но там Никого Не встретят Он может Зайти в спину Если конечно Будет кому Заходить Ди С АВП Прямо Перезмаком Ищет кого-то Кто может Сюда Зайти И Нападать На его Тиммейтов Эмсей Два фрага С последний Шраут С последним Патроном Кабус Делать минус И Счет Становится 8-1 8-1 И Кстати говоря Кэшто Еще Команды Селфи Смогут Отыграть В плюс Себе Хотя Селфи По идее Это та команда Которая выбрала Коблстоун Своей Поэтому Играет за атаку А Клоднайн Будет играть за атаку На кэше Потому что Они выбрали Своей карты Своей кэш Насколько я помню По-моему Вот так То есть Кто выбирает Тот Играет На той стороне Окей Два ВП у команды Клоднайн Вот что Они поменяли Они выбрали Два ВП У нас все время Закоке Забирать шрауда Вот опять-таки Быстрый минус Который Очень Не нужен Был Команде Клоднайн Так Мод облетит За Ящик Флешка вылетает Под эту флешку Мог бы вывалиться Игрок атаки Но не стал рисковать Может даже Пойти перетяжка В сторону Планта А там только Один аутиматик С ВП И его вполне Может хватить Чтобы принять Хотя бы одного Двоих И там уже Придет перетяжка То есть Первый Первая Полноценная Попытка Команды Клоднайн Сейчас Этот ранд Отыграть В пользу Для себя Так Смачок Под окно Там уже Один упал Игрок Команды Селфлист Гейминг И С ним не справляется Нафиг Уже Три в четыре И пока Все равно Попознавения В сторону Б Планта Остаются У команды Селфлист Гейминг Попытки Хотя вот Однохоповый ЗКК решил Что Пора Что-то менять Пора валить А Вален Все время забирает Кабуза Который Файковать должен был Заходить в спину Получил по голове С ее заходить со спины И Тут Для команды Селфлист Гейминг Образовывается Капканчик Который Они могут Придти Тем временем Слепую МС забирает Валенса Господи А как он так попал Как он попал Слепую По Валенсу Непонятно Абсолютно Но Остается еще Сьюи Который Забирает Дизи Флешка полетела О нем Информация Имеется Вываливается Дальше Не отторопится Вид игрока Но теперь По нему Есть информация Остается Только по нему Отыграть Но и не успевает Он открыть Зум МС его забирает Уже 3 Плокил от МС 9-1 Счет команды Селфлист Гейминг Увеличивает Уже 9-1 Господи Ну это Интересно Неужели Потеря с Кадулу Настолько печально Сложилась Отразилась На команде Клоунайта Что они Теперь без него Ничего не могут О боже Как же так Нескодун Ну все Давайте проиграем А давайте Так Шрауд Деглом Слышка залетает Залетает Убьет он Нет Не убивает Он Ди Пол хп нету Уди Молотовы Две штуки летят Прячется он в нычке Молотову не достает Слышки ловит Так Все игры по шрауду Информация есть Поэтому туда летит Молотов Только время Сьюзи Делает минус Сьюзи Тут же раз Кабузы Ди Минус Сьюзи Еще один фраг Сделает Аутематик красный Падает Последний Остается Валенс И Один в три С полейцем В 50 Особо не повоюешь Да Дамаж Кабуза Но Смертельным Урон Не оказался 10-1 Сефис гейминг Они же Фунтейшн Ведут 10-1 На Коблстоун У команды Клауд 9 Но теперь Мы точно можем Сказать Что у команды Клауд 9 Коблстоун Не сильная Карта По крайней мере Не самая Сильная И То что на ней Еще есть Начал работать Девятым облакам Интересно Как так шел Раз пик То что Вышел все На Коблстоун Так Ну что же Клауд 9 Еще один Закуб Еще один Аук От шрауда Минус по аутиматике Опять в центре Но как же так Боже Ничему жизнь не учит Команды Клауд 9 Опять Пробудет Пересеттер Минус Поддить От Валянса Есть размен Ну а тем временем Это игрокам Под Беплентом Попытаются Занять дропрум И Отстрелить Игроков Которые будут Им мешать Поставить бомбу Перетяжки На перетяжке Валянс Забирает Закубе Я пытался То чего Через смог Получил По голове Получил по голове Очень больно Те время Нафиг у нас Перемещается В сторону Лонга У него команды Никакой нет Ушраут Получая по голове Все равно Делать минус Пока Буза Тот был красный Поэтому Не составило труда Его добить 2 в 4 Бомба на руках Ди играть Через лонг Его там должен Контроль Сейчас нафиг Да Так есть нафиг Ди минус по Ди Последний остается МС Ну и как бы Круто МС Сейчас не играл Ему очень сложно Будет драться Оооо Что это вот Интересно Сейчас Сьюи сыграл Он отдал АВП Сыму тиммейту Назад Что если он умрет То хотя бы Подобрать Нужно было Чтобы оппонент Его не взял И Сьюспа В итоге Забил Мистера МС Ну и 10-2 Ну к лудам В их положении Неплохо было бы Сделать 5-10 Татьяш уже Отталкиваться От своей атаки А тем временем У нас Аутематика Сьюи По снайпской винтовке Шраут Аук Кольта От валенса И калашников От нафига Так Ну и тут опять Быстрые позиции От селфис Мы не увидим То есть Быстрого выхода Какого-то на центр Уже пару раз Они это делали И тут уже Ледят прострелы Через дверку Мне очень страшно Я здесь Кей-15 хп Свою потерял И Занятие лангад Командой Клоуднайн Молотов положили Смог лежит Прочекал нафиг Никого не заметил На подсадке И в итоге И всей под гранатой Что-то вывалился В дропрум В итоге съел Гранату Противника И шраут Продолжает у нас Мониторить ситуацию Перед дропрумом Туда не заглядывает Это все-таки опасно А вот Выход из дропрума Он все-таки Смотрит Но тут очень много Хп потерял Нафиг Тем не менее И минус по шрауду Забирает автоматикой Еще один минус один Забирает Сьюи Тот того самого снайпера Нафиг На отходе Дет два фрага Еще живет Нафиг Все лежит на его плечах Как он примет Остальных игроков Команды Сэлф Сгибинг Молотов летит Под это Молотов идет Кабуз Встретит нафиг Кабуза Интересно Кабуз ждет Молотов Забирает нафига Ну и последний Остается Валенс Который тоже не сдается Попадает неплохо Сейчас по СДК Один в один Против Дизи Один в один Тридцать секунд На конце раунда Есть еще время Повоевать И у того И у другого Но бома-то лежит Из-за нее надо еще И Тидизи А тут его контролирует Валенс Который Может быть и тренер Но тоже не пальцем делаем Тоже не первый раз Зашел в Counter-Strike Так Но делают фейк Естественно Это не настоящая постановка Бомбы И команда Сэлфлис Гейминг Такого-то выгоды Раунд проигрывает И теперь Есть все шансы Команды Кладнадзи Закамбэчить Денег хватает Команды Сэлфлис Еще на покупку Наперед Раундов То есть до конца Переполовина Не смогут точно закупаться Но вот команда Кладнадзи Все-таки даже В играх раунд Все равно Все деньги потеряла Ну а Шрал Своим Аугом Не знаю Реально Это какой-то прикол Может быть он Затянулся Пранки Которые вышли Из-под контроля А может быть Действительно Это его пушка Которую он Специально тренирует А why not Так Шрал Заберет 1 Заберет 2 Шрал Захватил он 2 Но уже неплохо Есть размен от Кабуза Также 2 Их минус И Стюи тут же Подключается Из-за машины Зум открыл Сделал выстрел Все Больше ничего От него и не требуется Дизи 1 в 2 Стюи пока не догадывается Где находится оппонент Только может Предположить А Дизи Смачок Стал заходить Через этого Смака Выходит Обратно Конюшня Не заметил Стюи Стюи Посмотрите Они разошлись Они просто разошлись Как море корабли Два игрока команды Cloud9 И Selfless Господи Как же сейчас Смог Дизи Зайти на плент Ёшки-матрёшки Зато теперь Может как-то Проползти На Б-плент Вот Стюи Сейчас может Его пропустить Нет Нет Не пропускает Стюи Никого Попадает Под Дизи Ну и опять Вот позиция Вот вроде бы Ситуация Которая Могли Селфи Для себя Плюс Разыграть Но Cloud9 Где-то Удача Например Сейчас То что Дизи Не забрал Стюи Где-то Что Залетело У Шалда Его не убили С первого раза Снайпер Не убил И вот уже 4-10 Из неприятного счёта 1-10 Счёт уже Привращается в 4-10 Ещё один раунд И Знаете Довольно Престойный счёт Будет Очень даже Который позволит Команде Cloud9 Ещё пожить На карте Кабболстоуна Даже что-то показать Так Валин с дробовиком В упоре В рукаве Делать первый минус Нужно ещё Нужно ещё Есть три выстрела Три дроби Но хватает только На один минус Но на самом деле Уже неплохо Один в один размен При Настоящей ситуации Это Очень даже И хорошо Так Шал тут Интересно С этой пушки Можно с прыжка стрелять Вдруг это Какая-то имба Которую никто не знает Может там можно С прыжка так Настреливать Так Подсадка Кабуза Это что Секретные Тактики Стратегия команды Селфлис Аля убежать Саплента А потом вернуться На плент Б Или нет Утимантик близко стоит Вряд ли он пойдёт Пушить Всё-таки Последний раунд Можно сыграть на верочку 4 в 4 ситуация И минус был Именно В рукаве Кабуза Видно скучно Начинает шагать По кругу Начинает двигаться Вот по этому Маленькому Периметру Который у него есть Так Аккуратненько Аккуратненько Надо спрыгнуть Сползти И ползти дальше Вот это интересно Так отыгрывает сейчас Селфлис Гейминг Но это Утиматика Хорошая позиция Он слышит всё то Что Там перебирается граната Летят самоки То что люди топают Первого собираются Второго тоже видят И второго забирает Хороший спрэд Аутематика Контроль С М4А4 Тут же размена Дизи Шрауд Аук в действии Ну и 10 секунд до конца Тут вряд ли что Если постарается С QK Добежать до бомба То он не успеет поставить И тут Аутематик Сделал всю работу Позволяет команде взять Раунд Пятый для команды Клоднайн Ну и теперь посмотрим Как Команда Клоднайн Будет атаковать Потому что Селфлис сыграла Неплохо 10-5 Могли больше Но Десятка Тоже Неплохое количество Раундов Про Виртуз Про на Старладера Лучше не спрашивайте Не считая выигранной игры Они взяли 9 раундов За 3 матча Как-то Не очень хороший результат Мягко говоря Поэтому Тема Виртуз Про Мне кажется Даже не стоит поднимать Или вы сегодня Или сегодня играли Сейчас не заметил Ватнам Беллатора Что-то Пытается пробиться У нас Лек разобрал А до этого Два поражения Над Бигами На Шраунд Потом Дизи Неплохо Сланга Еще вален Сможет сыграть Но тут Умп Все-таки От Эмсея Оказывается Очень даже Стабильным Но там уже Сланга Приходит С Хьюи Правда Уди Патроны Заканчиваются И Зик Юкей С дробовика Забирает Последнего игрока Команды Клод Найн 12-5 Становится счет Так Ну Еще один раунд Будет эко Команды Клод Найн Не было денег Нет Даже получается Сколько Они еще Зафорсились Ну да Сейчас эко Два раунда Проиграли Третий Дадут им По 2,5 Даже По 2,900 Им нужно будет Закупить Калаши с арморами Там уже посмотрим Так Хаешечка От Дизи Ничего особенного 9 хп Минус шрауду И опять Вот у нас Пробегушки От Клод Найн Этот раз Сначала на сэф Избегли По всей карте Сейчас Клод Найн И под рукавом Есть И под медлом И под беплантом Три игрока У дропрума И в основном Сейчас Клод Найн Просто играет на инфу Пытаются Собирать хоть что-то А пока У нас падает Бомба Совершенно не внятный Какой-то врыв Вот тут МС Естественно Что не надо делать Так это Бегать А как так? А как выпутили игрока-то Сейчас С дропрумом Он просто выскочил Зашел сбоку Зашел с пульта Вообще В итоге Дизи Тут справляется Пока что Один Патронный Заканчивается На UMP Но хватает Сделать два фрага Зикки Очень вовремя Подключаются В двери И Как-то уж очень Просто Все-таки Пробежал Кто там был-то Из команды Клод Найн То ли Сьюи То ли Кто-то из Клод Найн Проскочил Через дропрум Упал через Коннектор Пробежал Через дверь И зашел Со стороны пульта И убил игрока Который оттуда Выходил с дропрума Красный Как ты там Оказался Брат Ну и все Зависит от этого Раунда Абсолютно все Дизи Хорошая флешка Тренированная Видно сразу Что Профессионалы Рекомендуют По ГОСТу Все было сделано В итоге 62 хп Он себя оставляет Это может быть Даже какая-то Знаете Попытка Сыграть на фору То есть я вам даю фору А Ди Посмотри Ой-ой-ой А какие жуки Пошла раскидка на Б Об этом есть инфа Ди Забирай шрауды Нужно убежать И не убежить никуда Аутиматик Идет минус по Ди И тут же разворот И тут же моментальный разворот Минус дел Все-таки Нафинг Но тут ответочка От МСЕ Дважды Минус 2 И тут уже Бежит ДиКи Слышит Как перемещается С ямы Игроки в команде Клоуднайт С дробовиком Особо не повоюешь Ну что же 2 в 3 В большинстве команды Селфрис Гейминг Попытка сделать выбивание Попытка сделать ретейк МСЕ бежит со спины Очень красный Он Но позиция его будет Абсолютно Не выгодная Для команды Клоуднайт Здесь вот Аутиматик Правда смотрит спину Замечает МСЕ Который все-таки Ставит ему плюшечку 2 в 3 С Тюи 1 в 3 Остается 1 в 2 Уже забрал Дизи И это раунд Для команды Селфрис Гейминг Господи Что происходит Сначала Аутиматик Не забрал игрока В спину Как же Он там поставил Жестко МСЕ Ему Прямо под выход Прямо под ногу И Дальше Стюи Который Не совладал С дробовиком Зи QK 14.5 побед Команды Селфрис Гейминг В раунде А возможно Даже и Возьмут Первую карту Два раунда До победы Кто бы мог подумать Вот Вот О чем я говорил Команда Которая потеряла Спонсора Которая играет Сейчас Без поддержки У них есть мотивация Показать себя И такое ощущение Как будто они играли Специально плохо Вы знаете Деньги не платят Организация Ничем не поддерживает Требует по контракту Чтобы вы играли И вы такие Ну без базара А мы будем играть плохо Так чтобы нас Из организации выгнали Чтобы нас взяли В нормальную организацию Это вот Один из способов Одна из версий Которые я Решил предположить Ну вот Залетает Как-то вот Очень криво Так получается Что в итоге Раунд делать минус Пока Буза Уже проходит Он за плент И все еще По своему Попадает в голову Бомба будет поставлена И видимо Команда Клод Найн Все-таки Этот раунд Себе заформит Учитывая ХП Команда Сефлес Гейминг Учитывая Их позиционку И то что уже Девайс есть У команды Клод Найн Все говорит о том То что Раунд Для С-9 Залетит Ну и у команды Фондейшн Такой вот Не сказал бы Что Разношерстный Состав Только один бразилец Это ZQK Новичок MCA Как говоря У него Даже аватарка Есть на халтворке Не у всех Она есть И сейчас Посмотрим Сколько он матчей Тут сыграл 26 карт он сыграл Успел где-то Все-таки Засветиться Ну ладно Но правда Я его еще Раньше не видел Мусея Так С-9 Залетает на лонг Попытка Просредить Через смок У Баленс Не уменьшалась Успехом Минус От шрауда Минус D Проходит яму Проходят сейчас На Аплент И туда могут Сейчас так же Пройти Клод Найн Но они не собираются Все-таки выходить На Аплент Это будет такой Фейковый момент От шрауда Дизи слышит Как перемещается Оппонент Через яму Просто нужно дождаться Пока он На него сам выйдет А команда Клод Найн Время заходит На Б-плент И все делают Минус по шрауду Не получается Сделать шрауд Какой-то Такой незаметный Шажочек Право-влево Сделал В итоге Прицел у Дизи Не зашел на голову И там уже шрауд Справлялся С оппонентом Звуки КС Один против троих И это Седьмой Это Камбэк Это Попытка команды Клод Найн Вернуться в игру Мэйби Даже Получится Может быть даже И произойдет Это чудо И команда Клод Найн В этом матче Еще вернется Но учитывая что Все-таки атака На Коблстоуне Довольно сильная Сторона Сильнее защиты Поэтому здесь Все шансы у них Команды Клод Найн Здесь выиграть ДиКК каким-то Знаете Невидимым Фликом Собрал Валенс Я уже подумал Что Валенс уходит за стенку И ДиКК не выстрелит Но он Как-то вот Прям Не знаю Незаметно так получилось Либо это из-за Гоу ТВ Но Ощущения не было Что флик был сделан Просто как будто У него автоматом Выстрелило куда-то И патрон залетел Куда надо Ну ладно Возможно просто Эффекты Гоу ТВ 47 АВП у ДиКК осталось И он с этим АВП Будет отыгрывать Отыгрывать он с ним Будет На планту Б Будет контролировать Лонг Может быть даже Шадо подцепит Ну а остальных Пистолеты ЦЗ-шку себе купил Дим Привес 50 от МС И команда Клод Найн Постепенно занимает Все-таки Лонг 2 Лонг 2 Мидл 1 под Б Контролит какие-то поджимы Чтобы не было сюрпризов Молотов летит в Змейку И Сетра Естественно МС Либо выходит наверх Его убивают Либо он уходит на Мидл Откуда его тоже Будут ждать Так Ну там укрепления плента От команды Селфли Строем Ребята уже тут находятся Один при стройке Девятка И в яме Находится Ди Один только Сикюкей С плентом Б Дружит С АВП тоже И будет ли сейчас Перемещение в сторону Б плента Так Минус 20 Взлетает по 1 Минус на пленту Это будет такой вот сплит Потом были 2 игрока в дропруме Сделали вид То что это будет Б Но Это было не Б Это была попытка выйти На плента Которая сейчас Естественно Получится И уже будут ставить бомбу Уже 8-й раунд Себе В актив Занесут Шрат тут расправляться С этими игроками И что она кстати говоря По фрагам Команда Клод Найн Очень уверенно Вместе идут 10 фрагов У нафинга 17 усю Шрат 11 13 Утематик И Валенс Валенс не остается Что самое главное Это Интересно Свержение появления Новой звезды Неужели сейчас Команда Клод Найн Принесет в американскую сцену Нового Игрока Кто знает Может быть раз Валенс такой Слушай А у меня неплохо получается Пойду играть в команду И будет Как запасным Команда Клод Найн Уже играет Так и может быть Где-то еще одним игроком А почему бы и нет Ну и фортбат Команда Сейфлис Гейминг Амсей Покупает скаут Драблика Зикюкея И 3 кольта Придачу Клод Найн 4 калаша ВП Все серьезно Все стабильно Полное амбурдирование Полный арсенал С чем можно Поздравить команды Клод Найн Потому что Уже готов был я Списывать Их 100 счетов Но по-моему Что-то было Поздновато Это делать Шаут минус Он двоих Еще и там Имсей Каким-то образом Умер со скаута Пошел чекать Лонг Лишнее телодвижение В итоге Поплатился он За подобные вещи Флешка летит Дизи Понимаешь Что флешка корявая Флешка еще одна Обратает от Клод Найн И тут Найфинг должен справляться С игроком Бунта Минус от Дизи По нему теперь Информация Минус от Найфинга Последний слайд 1 в 2 Ситуация Бомба стоит Но никакими способами Зи Кью 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 Здесь только Исключили Смаки сыграет Неудачные патроны Нафинг заканчивается Есть еще Преклетят аутиматика Нужно танцевать Просто ждать Клупы И аутиматик Делать Наспад Зи Кью Кью 14-9 Команды Клауд Найн С трудом наберет Этот раунд Эко Еще одна Селфи с гейминг Зато у них Довольно много денег На следующий раунд прилетит Появится снайпская винтовка Будет На гранаты И матч приостановлен Возможно даже Командой Селфи с гейминг Хотя Клауда здесь Очень сильно рисковали Если бы флешка залетела Дизель мог бы под эту флешку Ворваться А если бы еще и убил Нафига То один в один С аутиматиком Остался В общем Тут может быть Все что угодно Так ребят Давайте небольшой тест Как у меня микрофон Как игра Как я Как вам самим игра Чтобы немножко Такую аналитику провести Все ли хорошо На трансляции Так ребят Давайте в чатике Будем жить дружно Иначе Всем конфликтникам Буду давать Мут на 600 секунд Дальше уже посмотрим Просто не хочу Чтобы какой-то был Срач в комментариях Это Мой чатик Это Моя ночь Это моя Америка Которая комментирует Я хочу чтобы Все на ней было хорошо Поэтому Давайте жить дружно Если не будете жить дружно То будем Будем более серьезными Дядьками и тетками Которые будут С серьезным видом Всех Мутить и банить Ну что же Скаут от МСА Решил закупить Говорит парни У меня очень много денег Хочу их тратить Хочу не могу Вот много денег Что мне с ними делать Ну а теперь Рим у нас Поджимает Нафига Забирать Он Забирает Дикий кей Продолжает убивать Еще два минуса От тематика Мы не увидим Шралт и Стюит Есть и большой размен Ну и тут Ди есть Тут 250 Есть коллаж Также у Дизи Ди и Дизи Два брата акробата Может быть даже Друзья По жизни И подключился к ним Еще бразильский игрок ЗКК Так спину Контроль ЗКК Но не хватает урона И еще и Валенс Пострелил Дизи Два фрага от Валенса 14-10 Становится счет Команды Клоднайт Решает Все-таки Закомбочить Господи Неужели это произойдет Если команда Клоднайт Выиграет этот матч То селфисы По-моему Уже всей команды Простали внутрь Сбегутся Шутка Так ну что ЗКК Снайперская винтовка Команды Клоднайт Пять калашей Денег много Но АВП не решили Не покупать Решили сыграть Именно в миле игру Повоевать на средней И ближней дистанции Дальняя там уже Как залетит Хотя профессионалы Могут с Калаша С любой дистанции убивать Так Ну и тут пытается Ди как-то зарандомить Молотов прилетает Ему прямо под ноги Смачок ответный залетает И Ди получает голову А где же размин А где же еще один игрок На АВП-2 Как же так Оставляет одного Шау Два фрага халявных Команда Клоднайт Уже заходит на АВП-2 В лице Шрауда Но тут уже Центр занимается Командой Клоднайт Остальными составами Остальными игроками И там уже попадают Даже по нафигу Но фраг не получается Сделать То есть МС Который В яму будет залезать Под флешку Правда флешка была Не самая лучшая Поэтому Решил не рисковать Ну что Тут уже Шрауд План Б Устроил команде Говорит Ну не получилось Пода Давайте ребята Попробуем Под Б Плэнт Я тут уже Двоих забрал И Попытка команды Клоднайт Сыграть на Стяжку Оппонента Не увенчалась Успехом Теперь пойдет Раскидка Молотов Дропрум Естественно Тайминговый Кабул смотрит Дропрум Но там братан Никого не будет Там никого нету Туда никто не полезет Говорит братан Давай лезь Давай лезь Нам надо тащить Надо какими-то Правдами и неправдами Убивать оппонентов Надо убивать людей Да это плохо Но Для победы Что ты не сделаешь Для победы Так МС Падает Кабуз Дет минус По валенсу Зиники пытаются Савика Какой-то повоевать Еще и Один в один Кабуз против шрауда Флешку Мочок кидает Кстати говоря Неплохо Нет Все таки Шрауд Шрауду просто так Не проведешь А вот если бы Интересно А был шанс у Кабуза сесть Немножко правее Это первый И второй Было ли у него Время для Диффуза бомбы Даже если бы Шрауд по нему Не попал Успел ли Кабуз Радифузить бомбу По-моему нет По-моему У него не было Шанса Радифузить бомбу Даже если бы Ему не помешали Это сделать Так Ну такой вот Опять микробай От команды Селфрис гейминг МС и со скаутом Опять контролирует Центр Увидев флешку Он понимает Что где-то слева Должен быть противник Должен быть враг Но Все сидят Попрятались Ну и Начинается раскидка Дропрума От команды Клод Найн Видит ли у нас Ди кого-то На лонге Да вроде не должен Там смачок Такой лежит Неудобный Молотов Его не задевает Неужели Неужели Здесь еще что-то появится Три в три ситуация Два фрага Были Опен от команды Селфрис гейминг Но тут Ответочка в три Фрага Залетает от команды Клод Найн И Дизель Естественно На своей позиции Мало что сделать МС и забирает шрауды Неплохо Минус три Но это не поменяло Абсолютно ничего 14-12 Ну а я пойду банить Пока что у нас людей Которые кидают Какие-то коды непонятные Иди ты парень В пень И вот это тоже В пень пусть идет Всех кто будут спамить Сразу в пень Так Так Септембра Ну ты мне начинаешь Накалять серьезно Ты уже начинаешь Тут Тебе дай Дай лишь повод Ты начнешь агриться Так что Не продолжай агриться Плез Будь хорошим мальчиком Так У нас опять Заку Под командой Селфрис гейминг Довели все-таки До такого Что Смогли себе позволить Даже снайпскую винтовку Зикюкей играет с дробовиком Ему по-моему вообще все равно С чем играть С калашом С кольтом С ОВП С пистолетом По барабану С дробовиком Главное чтобы оно стреляло И наносило урон А дальше уже Как пойдет Так Врыв через центр От команды Клоднайн Полностью Они сейчас разрезали Оборону пополам Команды Селфлес С МС Пропускает одного в плен Дает об этом Промакивается по второму Ну и тут уже Нафиг ступает в бой Делает минус Оставил со спины Будет заходить Зикюкей Его там не ждут Нет его там ждут Его там ждут И в итоге Все-таки Команды Клоднайн Возьмет 13 Салфа промахивается Дико Буз последний И даже Аутематика его Не хватает На Аутематика Просто не хватает Так Так Ну что Форс Байдзи Кикея Покупает АЛП без армора Воу А неужели это какой-то Байт Неужели Зикюкей уже пригорел Типа он очень много Делал Для команды Кабус еще больше Но это какой-то Агр просто Агрессивный закуп От Зикюкей Я говорю Парни Вы мне надоели Я знаю как играть Я знаю как тащить Вот сейчас я вам покажу Сейчас покажу вам В итоге сейчас главное Патрон не словить первый Потому что без армора Его там еще и заспреить Могут В легкую Просто в легкую Так Дизель Под 250 в руках Дизель Заметь Вид Оппонента Но стал забрать Получается только одного Но уже неплохо В его-то Положении В положении его команды Уже даже не очень М7 пытается попасть Дизель Делает минус В дропруме По Сюи Неужели сейчас на плохом закупе Команда Клоден проиграет Не может быть Плохой закуп Оппонента Зикюкей Сморит Аплант Никого не замечает Там уже никого и нет Кто сдегла Кабуз Хэншот ставит Кабуз 30-й фраг будет Нет Есть 30-й фраг Нужно забрать Какой промах От Зикюкей Вот именно Весь раунд Он находился на оппоненту Весь раунд Он ждал оппонента И вот этот АВП Который он купил Могло Могло зарешать Хотя бы На То Чтобы закупиться И раунд Выиграть Чтобы на следующем раунде Можно было закупиться И чтобы 15-й Отыграть в свою пользу 15-3 15-й Был бы счет Но минус От Зикюкей И команда Вся отыграла Все делали фраги Но вот не хватило Именно этого бразильца Которого мы Видимо Са-14 Сравничает команда Клоуд-9 Хотя Ничего не предвещало беды И команде Сэфлис Посложнее Сейчас будет Выиграть этот матч Очень Сложно Учитывая что Сейчас забрали Кабуза Забрали топ фрагера Команды Сэфлис Гейминг С кольтом МСА стоит прямо Перед Вот этой вот Позиции Где надо дропаться С тюминус по МСА И В итоге Под флешки Команда Сэфлис Гейминг Падает Один за другим Ди Смог Ловит аутиматики Берет калашников Прячется за кустом Не сдается до последнего Но тут уже Я не знаю Очень сложно Очень сложно Что-либо сделать Причем еще и молотов Нафинг в прошлый раз Хороший кинул Такой качественный молотов И Вот До класса Сейчас Клоуд Наверное выезжают И это камбэк Господи Это камбэк О боже мой Все 30 раундов Мы с вами увидим Матч приостанавливается И команде Сэфлис Гейминг Надо Подумать о том Как Все таки Перевести на допы А может быть Это Клоуднайн Которые Передумали Сами себя Может там Какие-то планы Пошли И такой тренер Wait 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 What What you say И начинает Парням Впечатывать Просто Так мы не будем Играть Мы сыграем так Может быть так А вот так А можно еще вот так По разному Можно рассматривать Эту паузу Может быть Команда Клоуднайн Все таки Сама поставила Чтобы последний раунд Прямо Проговорить Проговорить его Чтобы от зубов Отскакивало А может команда Сэфлис Гейминг Именно решила Затащить Какой у нас там Стрик Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять 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 Раундов Подряд Берет Команда Клоуднайн Со счета Четырнадцать Пятнадцать Со счета Четырнадцать Пять Клоуднайн Берет Десять Подряд Скиллуха Просто Скиллуха Братуха Со скаута Промахивается МСА Забирает его Нафинг Вот эти вот Вылезания На центре Уже ни к чему хорошему Не приводят Который раз Кабу забирает Шрауда Неприятно Четыре в четыре Еще и нафинг Пострелили Тоже неприятно Так Смачок Отлетает От Дизи Кабуус Опять таки Играет Подсадки Из дробовика Игнут То есть Если там ничего не идет Кабуус пытается убежать Неудачная попытка Подсадки Идея Неплохая Реализация Залетела Не очень А вы представьте Что Вот просто кто-то Смотрит Четырнадцать пять Селфи с гейм Ааа Нормально Выигрывает Потом смотрит Смыть И четырнадцать Ой-ой-ой-ой-ой-ой ЗК Остается последний Один в три Минус по аутиматике Минус по валенцу Слушайте А тут еще не все потеряно Тут ЗК Пытается играть По смачок И в этот смок Стив вроде бы даже Смотрит И вроде бы даже Ждет кого-то И может дождаться ЗК Который ползет И промахивается У нас сейчас Стиви С ТМП Воюет ЗК Пытается его поймать На релоде Стиви Стэк Найном И тут вдвоем Его кушат И забирает Все-таки его Стиви Один в один ЗК забрал Нафига Но Стиви Стэком Сделал свою работу На ура И команда Селфи с гейминг Проигрывает карту Коболстон Господи Боже мой Это было нечто Это было что-то Чем-то Это было неожиданно